Один из самых эффективных инструментов нового подхода к решению вопросов охраны и развития здоровья населения – новый проект «Брест-здоровый город», инициатором по организации и продвижению которого выступил Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Акцент сделан на межведомственном партнерстве, когда решением вопросов сохранения и развития здоровья населения занимаются не только органы здравоохранения, но и все городские структуры. Проект рассчитан именно на комплексный подход, и в этом его преимущество. Основная цель проекта – сделать здоровье населения одним из приоритетов городской политики. В конечном счете он направлен на повышение физического здоровья, психологического комфорта и социального благополучия людей, создание для них благоприятной окружающей среды. Проект «Брест-здоровый город» реализуется с 2022 года. Ранее у нас существовал проект «Ковалёво-здоровый микрорайон» на протяжении нескольких лет. Этот проект реализовывался в данном микрорайоне, но сейчас этот проект перерос в масштабы всего города. То есть уже разработан логотип, эмблема этого проекта. Сейчас мы ведем информационную работу, в том числе оборудованы билборды, ну и другие мероприятия проводятся. Здоровым город становится тогда, когда жители сознательно заботятся о собственном здоровье, а городские предприятия, школы, места отдыха, тучки питания, магазины, транспорт стремятся к тому, чтобы населенный пункт становился более здоровой средой обитания. А потому заместитель председателя Брестского горсполкома сделал на этом особый акцент. В этом мероприятии, вообще, то есть в организации этого проекта работают все заинтересованные структуры. Это и ЖКХ города Бреста, да, благоустройство дворовых территорий, там, спортивных площадок, дворов и всего остального, да. Это и система здравоохранения, это и система образования, это и профилактика преступлений, это и спорт, идеология и так далее. В рамках реализации масштабного проекта «Брест здоровый город» в сентябре месяца 2022 года был проведен конкурс на лучшую эмблему в рамках проекта «Брест здоровый город». На рассмотрении комиссии было представлено 17 творческих работ, но победителем, чью эмблему представили на заседании координационного совета, стала Брестская городская поликлиника номер 3. Зелёный город, вот вам экологическая акция, поэтому вот эта эмблема должна быть на всех наших ресурсах. «Брест здоровый город» – проект бесспорно будет наполнен малыми и крупными мероприятиями, а вот первые из них пройдут уже в марте в школах микрорайона Речица. Мы планируем в марте месяце провести такую акцию на базе средней общеобразовательной школы номер 5 и гимназии номер 3 для детей. Вот по реализации данного проекта, то есть будет программа, ряд запланированных профилактических мероприятий, мы их вот сегодня обсудим и в марте месяце пройдёт это мероприятие. Также Геннадий Ральченко прокомментировал эпидемическую ситуацию, которая в настоящий момент складывается в Бресте. Он отметил, что в городе над Бугом эпид-уровень стабилен, но это не значит, что стоит пренебрегать своим состоянием здоровья и в случае плохого самочувствия стоит обращаться к врачу. На сегодня у нас в принципе ситуация по острым респираторным инфекциям удовлетворительная, по ковиду тоже спорадические случаи вместе с тем отмечаются, поэтому меры элементарные необходимо соблюдать, а главная мера это вакцинация. Сейчас уже активно ведётся бустерная вакцинация, то есть уже вторая бустерная. У нас охват вообще прививками против коронавирусной инфекции составляет 73% населения, а бустерный первый 90% от этих 73%, которые первично вакцинированы. Сейчас у нас стоит задача до конца года, чтобы был охват бустерной второй 90%. Ну и вообще необходимо прививаться каждые 6 месяцев. То есть сейчас вот вакцинация против ковида, она где-то будет проходить по аналогии с вакцинацией против гриппа. Но если грипп у нас к сезону один раз в году, то против ковида вот 6 месяцев прошло, необходимо дальше вакцинироваться любым препаратом. Ну, конечно, необходимо посоветоваться с врачом по состоянию здоровья, ну и какой препарат ввести в зависимости от того, чем раньше вакцинировался. Брест всегда выступал инициатором ярких масштабных проектов. Это фестивали «Содействие здоровому образу жизни» и «Мода, красота и здоровье». Это акции «Здоровый город» в микрорайоне Ковалева и «Зимние забавы». Городской месячник «Брест без наркотиков». Возвращаясь к проекту, хочется отметить, что «Брест – здоровый город» – это как продолжение того, что было сделано ранее.